Приветствую вас. Дарья здесь. Один из ключевых, наверное, вопросов заключается в том, почему вы находитесь в этих отношениях, в отношениях, которые вам по большому счету не нравятся, в отношениях, которые вам по большому счету не по душе, в отношениях, которые вас не устраивают, не удовлетворяют, в отношениях, которые вас обоценивают, и в отношениях, которых вы занимаете по большому счету, ну, мягко говоря, не ту, какую вы хотите, хотели бы занимать. Вот. Так что я думаю, что, ну, вот, первоначально вам не ответить на этот вопрос. Почему мужчина ведёт себя так? Ну, достаточно просто ответить на этот вопрос, потому что, а вы, мужчине, позволяете уйти с себя таким образом. Вот. Собственно, тут нет и не может быть других причин. Понимаете? То есть, если, если вы позволяете молодому человеку вести себя с вами каким-то определенным образом, да, если вы позволяете вести себя молодому человеку с вами с каким-то определенным образом, то он, соответственно, и будет себя так вести? Почему нет? Какой ему смысл вести себя по-другому? Какой ему смысл вести себя как-то иначе? Зачем ему тратить, условно говоря, большее количество ресурсов, да, большее количество сил? Зачем? Если всё уже и так более чем хорошо, всё уже и так более чем нормально и вас, по его мнению, да, всё устраивает. А почему он думает? Почему он думает, что его всё устраивает? Ну, потому что, извините, если бы вас не устраивало, бы что-либо, то выброски, ну, вас бы с ним не было, не было бы. Вот. И всё, как бы. В этом вся суть вашей ситуации. То есть вы игнорируете свой выбор, вы игнорируете, условно говоря, вы игнорируете свои решения. То есть вот, ну, решение, как бы, о том, что, ну, что вы выбрали быть человеком. Вот. И это на самом-то деле неплохо, то, что вы выбрали быть человеком. Просто, просто, э, свой свой выбор вы, на мой взгляд, э, сделали не до конца. Вот. Вот. Ну, в этом, э, в этом, собственно, и есть, на мой, на мой взгляд, э, определённая трудность. Потому что, если бы вы подходили более осознанно к отношениям, то, на мой взгляд, проблем бы, никаких бы не было. Вот. От слова вообще. А так, э, э, так в силу того, что вы человека принимаете, в силу того, что вы, э, э, оставляете ему делать, то, что он делает. Конечно, он себя так ведёт, и, э, э, я, ну, я вас, эм, расстрою, наверное, но он и будет продолжать так же себя вести. Просто потому что, он вот такой человек, а вы его, э, очевидно, не принимаете до конца, вероятно. Вот. То есть, э, проблема, она, э, в этом, э, в том числе. Вот. У мужчин есть позиции, что в современном мире, э, э, нужно, в современном мире нужно, э, например, э, за мужчин бороться. Вот. То, что думает человек. Вы, вы эту позицию принимаете. По его мнению. Ну, я не говорю, что это вот, что это прямо так. Да. Вот. Но, э, очень похоже, очень похоже на то, что вы эту позицию принимаете. Вот. Собственно, такой ответ я могу, могу вам дать, э, с точки зрения, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. И, э, что вы будете делать с этим. И будете ли вы с этим что-то делать. С вам решать. Пытаться понять логику другого человека, занятие весьма неблагодарное. Это я совершенно точно вам могу сказать. Потому что человек сам не всегда отдаёт себе отчёт, в том, что он делает, для чего он делает, почему он делает те или иные вещи. А вы пытаетесь понять, э, его логику. То есть, я могу, я могу, э, вас понять. Я могу вас понять. Я понимаю, что вы пытаетесь понять логику человека. Думаю, думаю, что если вы её поймёте, то будет, ну, как-то вот проще будет, ну, будет понятней. Вот, ну, нет, нет. Понятней не будет. Легче, то есть, тоже не будет. Потому что данная, данная позиция, она, э, лами, э, как бы так сказать, она лами принимается пассивно. Вот. То есть, что такое активная позиция? Да. Что такое активная позиция? Активная позиция, это когда вы сами корректируете то, что происходит. Именно сами корректируете. Вот. А вот если вы пытаетесь понять другого человека, другого человека, ну, естественно, естественно, что ничего не происходит, ничего не получается. И вы, как бы, всё время находитесь по большому счёту вправе, потому что, э, молодой человек к вами, получается, вертит как хочет. Вот. Ну, это, к сожалению, нормально. Вот, вы себя так повторили, вы показали человеку, что, э, с вами так можно, и он, действительно, с вами себя так ведёт. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы ситуация изменилась, то начните, в первую очередь, наверное, себя саму, и, в первую очередь, себя саму спросите, зачем я в этих отношениях? Что я чувствую к этому человеку? Вот. Чего я хочу от этого человека? Даёт ли он мне то, например, что я хочу от него? Ну, совершенно очевидно, что он нет. Да, совершенно очевидно, что он не даёт. Да, вам, ну, не больше. Вот. И вы не принимаете его, его действия, продукты вы, ну, вам не нравится. Вот. И это нормально, что вам не нравится. Только обеспечивать, ну, нужно, нужно свой интерес. Вот, обеспечивать, подпечивать, защищать. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи вам. Надеюсь, что ситуация разрешится с самым лучшим для вас образом.